С добрым утром, мои дорогие! Как ваши дела, мои дорогие? Как ваше настроение? Сейчас я пойду завтрак готовить. Конечно, поделюсь, покажу, что же я себе приготовила. А вы что на завтрак, мои дорогие, на выходные приготовили? Поделитесь, напишите в комментариях, какие вкусняшки на выходные вы приготовили. Сегодня на завтрак решила приготовить блины. Ну, необычные, как всегда, п-п-п. Это сырные овсяные блины. Вот такие сырные овсяные блины. Давайте покажу. Я еще и укроп добавила сюда. Давайте вот так. Вот такую вкусняшку себе я приготовила, мои дорогие. У нас на улице уже такая шикарная погода, что уже позволительно выходить на балкон. Вот такой вот, в таком вот виде, скажем так, и пить кофе. В чем я сегодня, сейчас и занимаюсь. Вообще классно. Солнышко, конечно, радует. Сразу поднимается настроение. Как ни крути. Да. Взяла с собой также овсяные печенюшки. Три штуки. Хотя и три уже многовато. Знаете, когда я беру с собой всю упаковку, например, я себя не контролирую. А когда я так вот отсыпала, сколько там, все, я это съем, значит, все, хватит. Хорош, как говорится. Аж напрашивается песня на кончике языка. Зачем мне солнце в Монако? Для чего скажи мне луна в центре? Когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, когда тебя рядом нет. Кстати, с приходом весны у меня всегда просыпаются мои конопушки. У меня уже лицо все в конопатах. Веснушечки мои проснулись. Помню, лет 10, 7, 8. Ну, вот так вот. О, как я их стеснялась, вы бы знали. Я и лимон мазала, и уксус на лицо мазала, чтобы отбелить кожу. Чего только с ними не делала. А сейчас вроде ей нравится даже. Ну, конечно, с родами, когда вот я родила Софику, они у меня увеличились в количестве. У меня было вот только здесь. А когда я родила, так и осталось. И на лбу добавилось, и, ну, вот, везде по лицу добавилось. Это все-таки, ну, гормональный сбой. Что ж уж тут говорить. Мои дорогие, у меня сегодня небольшая генеральная уборка. Пустила стирку штора, тюль. Вот подоконники подготавливаю под рассаду. Сегодня пикировать буду перец. И буду ставить подоконники, чтобы дальнейшие росли, мои дорогие. У меня всегда весной вот так уж. И свои все комнатные цветы из подоконников все перемещаю. Вот такой большой стол. Они в одну кучу. Вот пока все рассады не вырастут, не посажу. Вот в таком расположении. Смотрите, подоконники. Кто проходит, покажу. Это соседский кот мне наш. Смотрите, сколько снега, да? Вот так весна. Но погода чудесная. И вот сегодня занятие у меня вот такое, мои дорогие. У меня нету парника от большого, чтобы сразу рассаду там перенести или посадить. И у каждого свой выход, как говорится. Я дома выращиваю. Так же все вырастает. Так же урожай. А его, конечно, чтобы и в этом году, Аллах, что так, чтобы было. Фух, вещаю вам из парковки продуктового магазина. Приехали мы с Софейкой. Вот она рядом. Продуктовый магазин Кауфлянд. Мы уже закупились, вышли. Хочет, я устала. Людей много, как всегда. Пятница. Я закупаюсь в пятницу. Вот такой длинущий чек. Конечно, не особо-то длинный. Раньше можно было бы побольше закупиться на эту стоимость. А сейчас мне обошлось, моя покупка, моя покупка обошлась в 102 рубля. Ой, что я говорю? 102 евро. Еще 8 евро были. Это. Мои бутылки сданные. То есть 111 там было. 111 с чем-то. Вот так вот. Сейчас поедем домой. Софика у меня выпросила шоколад. Весь магазин мне. Мозг весь этот затюкала. Мама шоколад. Мама шоколад. Он сидит, наяривает. Не делай такое лицо. Это некрасиво. Ты это знаешь. Не делай такое лицо. Шапка кривая. Ё-моё. Ты посмотри на свою шапку. Все. В общем, едем домой. Я сейчас собралась в магазин. Наш ближайший магазин. Усадьба. А в связи с чем, мои дорогие? Ну, в последнее время часто я навещаю этот магазин. Ну, сегодня вообще, знаете, с чем? Это купить отраву для мышей. Последнюю неделю нас атакуют мыши. Я в шоке от этого. Представляете, это, наверное, Аллах Талямбог говорит. Давай-ка я тебе повеселю твою жизнь. Прибавлю еще одну проблему. Честно, мои дорогие. Я в ужасе. Дома два кота и бахны. Даже они лишь жрут, спят и прогулка. А заметила я по траке на какашки мыши и виски, писки. Что-то слышала звуки. Вот надо, ну, мы что-то воспринять. Потому что от своих питомцев, котов толку нету. И получается, они помощь мне никакой не дают. Ой, ужас, конечно же. Надо быстренько этим делом заняться, чтобы они не плодились. Много-много, чтобы их быстро уничтожить получается. Если, конечно, получится. Здесь вот разные выборы. К счастью, вот специально для крысы на шее. Так, подкормка. Накормим-то мы их. Еще что. Вот какой-то супер-морг написано. Давайте это попробуем. А вот еще здесь крыс. У меня все-таки мыши. Можешь взять и тоже это. Давай, возьмем. Давайте попробуем. Лишнее не будет. Чего ты стоишь как солдат? Куда ты меня зовешь? Куда? Горит. Что? Горит суп. Громко. Громко. Что громко? Громко горит. Ну, скажи же нормально, Дость. Громко горит. Что горит? Супа горит. Идем садись, 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 гомко. Вода кипит. И что надо делать? Воду. Надо кидать калороны маленькие. Кидать макароны. Ну и что, пошли. Контролерша моя маленькая. Пошли. Как погуляли, расскажи. Сморали. Папа говорит, что ты сегодня с девочкой какой-то дружила, да? Да. Молодец. А мне Николета пришла. Николета еще там была, да. Играли. С чем играли? С мячиком. С мячиком. Белым мячиком. Ну, какие вы молодцы. К ним добавилась моя подружка. Играли вместе, пока я дома с Данилкой была. Какие вы у меня молодцы. Давайте покажу, что у нас сегодня на ужин. Это у нас паста с соусом бульонезе. Ну и с пармезаном, конечно же. Пармезан тертого уже не было. Но я, если тертого уже не продается, я покупаю тогда такой вот кусковой и сама уже натираю. Вот пикирую перец. Видите, такие торфяные стаканчики. Специально пикирую. И мама подписывает, сидит. Мой писарь. Вот каждый стаканчик, что за сорт, подписывает. Я специально как бы отмечала, какие сорта сажаю. И какие вырастут, чтобы желтые, желтые. Какие уже ты подписала там? Когда вырастут, знаешь. Вот ведь отец какой. Постирала, погладила и сразу же повесила. А шторы не стала вешать. Потому что, чтобы комнате прямо светло было. Моим комнатным цветам на столе, чтобы всегда свет был. Потому что они сейчас до мая месяца здесь будут. А в подоконниках уже все заняты. Мои дорогие, видите, уже. Вот так до мая месяца они у меня будут в подоконниках. Вот пикировали перец. И подоконник. Солнышко к теплу. Давайте я вам покажу свою бегуню. Смотрите, как розочка. Да и красота какая. Такая цветочек. Давайте орхидеи еще раз вам. Я уже показывала вам свои орхидеи. Белые. Вот фиалки. Белые. Тоже красивые цветут. Хорошо. Когда цветы цветут, это очень хорошо и красиво. Уютно в доме. Ну-ка покажи, какая ты крутышка. А чья это шапка, дочь? Это папина и Софикины. Папина и Софикины? А, я думала, только папина. Теперь и твоё, да? Это моя. Мы с Софикой занимаемся рисованием. Тут я показывала, что она должна нарисовать. А на своем листке она повторяла. Посмотрите, он нарисовал. То есть мы по очереди. Я рисую голову, она рисует голову. Я рисую глазки, она рисует глазки. То есть вот так вот по очереди, пошагово она за мной повторяла. Вот мой человечек, а вот её человечек. Мне кажется, очень даже хорошо получилось. Да, сладкий? Тебе нравится, что у тебя получилось? Она больше не хочет. Говорю, давай да, ещё порисуем. Она говорит, нет, не хочу. Сегодня у нас день рождения у Игоря. И я немножечко готовлю как бы стол для нас. Ну, для семьи. Никто у нас не придёт. Гостей не будет. Ну вот, решила показать. Все рецепты я не смогу снимать. К сожалению, с детьми это невозможно. С двумя детьми. Но решила вам показать рецепт. Как его? Десерта. Какой очень лёгкий десерт. Но очень вкусный. Я делала его не впервой. Знаю, что он вкусно получается. Поэтому вот вам советую. Так, ингредиенты более в точном количестве я напишу под видео. Просто буду писать. Сейчас рассказывать. В данный момент я сейчас взбиваю белки с сахаром. Так, белки я взбила. Сейчас буду взбивать желтки с сахаром. Так, взбила я желток с сахаром. Взбиваем до той поры, пока растворится сахар. Сахар у меня весь растворился. И как бы желтки стали такие беленькие. Это знак того, что всё, взбили. Сейчас добавляем творожный сыр. Творожный сыр у меня самый простой, самый обычный из калфлян. Можете, конечно, взять Филадельфию. Вот эту классическую. Без всяких добавлений вкуса. Но любой подойдёт. Просто без всяких добавок. Обычный творожный сыр. Добавляем сюда. И тоже всё это дело замешиваем. Замешала я в однородную массу. Сейчас будем белки соединять с этим кремом. Но очень-очень аккуратно. Прям ложкой вот так мешать. Не замешивать туда-сюда. А прям аккуратно-аккуратно всё это сейчас соединим. Так, яйца нужно убрать. Что-то они у меня в кадр попадают. Всё. Сейчас это дело соединим. Ну что? Всё у меня готово. Крем готов. Достаем вот такие печенья. Эти печенья у нас специально для тирамису. Кто знает, кто не знает. Они вроде называются савоярди. Вот эти печенья называются. Я могу ошибаться. Но вот вы не ошибётесь. Эти печенья такие мягкие-мягкие. Такие очень чувствительные. Скажем так. Очень тонкие. Воздушные. Они специально для тирамису. В общем, берём эти печенья и любой ягодный сок. У меня вот такой вот. И в общем-то всё. Начинаем соединять сам десерт. Вот в такие посудки у меня десертные есть. Ну и собирается десерт точно так же легко, как и делается. Мы берём слой крема и кладём печенюшки. Печенюшки обламываем. Ну это в зависимости, наверное, от посуды. И на 2 секунды, не дольше, потому что слишком водянистый десерт получится. На 2 секунды обмакиваем в сок. И вот так вот слоями печенье, крем, печенье, крем. Всем приятного аппетита! Ну что, вот мои красавчики. 4, ой, 6 десертов получилось. Вот в этих двух поменьше крема. Потому что я почему-то думала, что крема не хватит особо много. Зато на последнем, посмотрите, прям аж до краёв много крема. А здесь немножко так просвечиваются эти печенюшки. Ничего страшного на вкус это не влияет. Также будет вкусно. А здесь, так как много крема, также добавила побольше, конечно, и печенюшек. Чтобы не было чисто много крема. Вот. Сейчас это дело буду убирать в холодильник. Здесь я сделала салат фунчозу. Игорь обожает салат фунчозу, но в последнее время он её не ел. Отказывался от неё, потому что устал от курицы. Я этот салат делала с салатом, ой, с курицей. С грудкой курицы. И я наткнулась в интернете на рецепт с фаршем. Попробовала сегодня с фаршем. И попробовала. Очень даже вкусно. Посмотрим, что скажет Игорь. Он ещё не пробовал. Делаю впервые. Сидит моя красавица. Ноженьки в ванночке. Процедура сегодня поухаживаю. Педикюрчик домашний я сделаю. Уже месяц, как мы уже это не делали. Ну, вернее, какой педикюр поухаживаю. Ногти постригу. У меня ножницы уже я приготовила. Это стопочки почистить. А у меня щётка вот такая. Ай-яй-яй. Видите, это как для ногтей. А щётка такая натуральная. И вот мыло. Сейчас ванночку минут 15 подержит она, моя дорогая. Да, она красавица моя? А? Да-да-да. Сидит, расслабляется. Размягчилась. Я и постригла ноготочки. Вот всё постригла аккуратненько. Сейчас буду вот намыливать. Правда, стопочки пю-пю-пю чистые. У меня трескаются стопы. А у неё всё чисто. Ну, всё равно вот так прохожу. Красить будем ногти? А как же, конечно, надо. Ну, покрасим и ногти. Ноженьки мои. Вот так. Большое спасибо. Сейчас лак будем выбирать. Какой лак. Да? Ещё крем наносим. Нанесём. Выбрали вот такой цвет. Тёмненький. Красоту наводим. Всё красиво, чисто, аккуратно. Что, тебе понравилось, Аникай? А? Понравилось тебе? Очень понравилось. Большое спасибо. Дай Бог здоровья. Спасибо. Аминь. Как говорится. Красивый стал. Ну, как-то, конечно, ухоженный. Хоть ногти сразу же, когда ухоженный. Другой вид, конечно же. Приехали мы всей семьёй в Ротлинген. И здесь куча народа на той улице, на следующей улице. Это, в общем, сегодня митинг. Митинг против масок, против прививок. Против всего, что связано с коронавирусом. Видите? Видимо, согласованный митинг. Потому что их везде сопровождает полиция. Даже освобождаются для них дороги. Мы, конечно, лохи ещё те. Из-за того, что там была демонстрация, митинги, мы слишком медленно добирались до магазинов. Мы вообще собирались в Текамакс посмотреть Софийке обувь. Но мы вот пока шли через демонстрацию туда-сюда, очень медленно шли. Когда туда дошли, уже это, Текамакс закрывался. Только зашли, они уже объявили, что подходите к кассам туда-сюда, мы закрываемся. Приобрели быстро-быстро Софийке обувь. Дома ещё раз померяем, точно ли ей удобно. Дочь, пойдём, пожалуйста. Точно ли ей удобно? Дома также вам покажу. Беленькие такие кроссовочки перфорированные купили. Что у тебя есть? Смотрите, она что-то вам показывает. Мороженое мы тебе купили, да? Да. Вообще. В Текамаксе хотела одну игрушку, которая, в общем-то, ей особо не нужна. Переубедили ребёнка на мороженое. Говорю, давайте положи игрушку, мы тебе и возьмём мороженое. Это уже другие. У тех были другие лозунги. Все это стоят полицейские, смотрят за организацией, насколько всё организовано. И у них лозунги, что у нас забирают свободу. Они кричат, мы живём здесь, и мы нуждаемся в свободе. У нас воруют эту свободу. Вот это вот они кричат. Как вы думаете, что я сейчас буду готовить, посмотрев на эти два соуса? Тут соус беленький, тут соус красненький. Ой-ой-ой-ой, простите, простите, простите меня, пожалуйста. Да-да, по-любому все угадали. Это будет лазанья. Тут у меня соус бешамель только что сделала. Тут мясной. Я у Игоря сегодня спросила, точнее даже вчера, я говорю, что ты хочешь, чтобы я тебе на день рождения приготовила? Что ты хочешь кушать? Он говорит, сделай, пожалуйста, лазанью. Я говорю, точно лазанью? Может, что-нибудь другое хочешь? Он говорит, нет, хочу лазанью. Ну, желание. Как твое желание законно, как говорится, да, в день рождения-то. Вот я только что доделала соусы. Поставлю сейчас вариться листы, листы этих, ну, тесто, листы и тесто, в общем-то, и буду потом соединять это дело в лазанью. Вот она, красавица, лазанья уже готова. Я вытащила ее из духовки. Сегодня я сделала аж 5 этажей. Обычно я делаю 3-4, а сегодня аж 5 у меня. Из остатков листов я прям сделала, чтобы было все пустило в ход. Вот такой вот у нас скромный, в общем-то, стол. Фунчозу я сделала, этот Игорь любит. Салат этот сделала, тоже на его вкус. Он такой вот полюбил. На Новый год мы делали. Здесь просто фисташки, капусточка, красный лук, майонез, соль, перец. Все. Вот это дело мы очень любим. Ну и, в общем-то, лазанья. Вот такой вот у нас скромненький стол. Доча, ты куда такая красивая собралась у меня? Ну-ка, покажи тетенькам, какая ты у меня красавица сегодня. Ой, какие джинсики, какая кофточка. Повернись, покажись, какая ты у меня красавица. Какая у тебя кофточка, какие у тебя ботиночки. Что такое? Ногти свои показываешь? Да, вообще ногти какие, ё-моё. Секраса, Белла моя. Ой-ой-ой, так некрасиво. Красавица моя. Ты моя красавица? Сейчас поедем, да? Папа на балконе. Папа на балконе, да. Да, мы сейчас едем к родителям Игоря. Наконец-то они вышли из каротина. К ним можно в гости. Они могут по гостям, и мы к ним можем. Но мы приглашены. Мы к ним сейчас поедем. С собой решила взять десерты, которые я вчера приготовила на день рождения Игоря. Но мы их не ели, потому что так объелись и лазанья, и салаты, и всё. То есть до десертов руки даже не дошли. Вот я их запаковала в эту упаковку, где, в общем-то, хранятся вот эта вот посудка. Вот так вот все их сложила. Не все, а пять, потому что шестую Софейка всё-таки съела одну. Но свой десерт она съела. Вот так вот я сложу и аккуратно в руках буду держать. Другой метода я не придумала, как довести их, чтобы они у меня не испортились. Испортились, ничего. А так прям в коробку, где они хранятся, сложила. И буду вот так вот держать. В общем-то, сегодня, наверное, они ещё вкуснее, потому что всю ночь в холодильнике лежали. Вообще, так что вкуснятина. Всем понравится, думаю.